Тем временем появились новые подробности относительно ДТП в Харькове. В прошлую среду, я напомню, пять человек погибли и шестеро получили травмы, когда Лексус вылетел на тротуар. Виновница этой аварии сейчас в СИЗО. Анализы показали следы опиатов. Все последние подробности знает Светлана Шекера. Сегодня, спустя неделю после трагедии, полиция ход расследования не комментирует. Ждут результаты экспертиз. Но в СМИ уже попали материалы дела. 18 октября Елена Зайцева была в ресторане. Судья уже обязала его работников предоставить видео с камеры наблюдения, чтобы выяснить, употребляла Зайцева спиртное или нет. В ресторане нам рассказали. В день трагедии девушка заезжала к ним дважды. Была за рулем. В тот день она у нас была два раза. Приходила днем. Тоже она выпила кофе, воду, съели суп с подругой и уехали. И приходили вечером. Тоже они ничего не пили. До сих пор в больницах остаются все шестеро пострадавших. Оксану из Киева прооперировали. У нее сложная травма ноги. В очень тяжелом состоянии Диана Берченко. Она до сих пор в коме. В областной больнице в состоянии медикаментозного сна беременная Жанна Власенко. Родственники говорят, это был долгожданный ребенок. В больнице и еще один участник ДТП. Водитель Фольксвагена Геннадий Дронов. На странице в Фейсбуке его адвокат разместил официальное заявление. Дронов утверждает, начал движение на зеленый и когда выезжал на перекресток, в поле зрения Лексуса не было. Иномарка выскочила неожиданно на огромной скорости. Оспаривать арест Елены Зайцевой ее адвокаты не стали, чтобы не привлекать внимание общественности. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Продолжение следует...